Всем привет! Вы на канале BitokBlog и я надеюсь, что вы готовы вместе со мной обсудить самые горячие новости из мира криптовалют. Google удалит из Chrome Web Store все расширения для майнинга криптовалют. Организаторов ICO, которые рекламировал Floyd MyWazer, обвиняют в присвоении 32 миллионов долларов. Новая разновидность вируса майнера выводит из строя Android-смартфоны. Ну что, поехали! Недавно стало известно, что поисковые интернет-гиганты, а также самые популярные социальные сети начинают борьбу с криптомошенниками. Вся реклама, связанная с виртуальными валютами, криптобиржами или ICO, отныне запрещена во всех вышеперечисленных источниках. Однако, компания Google на этом не остановилась и заявила о том, что со 2 апреля расширения, которые каким-либо образом связаны с майнингом криптовалют, не будут добавляться в Chrome Web Store. Представители Google также отметили, что будут удалять все подобные приложения после анализа оставшихся расширений для браузера. По словам компании, множество полезных на первый взгляд приложений скрывает за собой вредоносный скрипт, который майнит виртуальные валюты и использует мощности устройств пользователя. Блокировка всех майнинг-приложений вступила в силу со вчерашнего дня, а процесс исключения приложений из Chrome Web Store продолжится до конца июня этого года. В криптовалютном мире далеко не все пользователи являются профессиональными трейдерами. Именно таким держателем виртуальных валют присущи инвестиции в проекты, у которых существует лишь яркая обложка. Так, проект Centratec, который рекламировал боксер мирового уровня Floyd Mayweather, вызвал некоторые вопросы у комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также был обвинен в организации мошеннического ICO. Главным пунктом, в который должны были быть направлены денежные средства, являлась разработка финансовых продуктов, взаимодействующих с Visa и MasterCard. Однако позже выяснилось, что каких-либо контрактов с данными компаниями заключено не было. Данный инцидент в Telegram-канале называют истерией, в то время как управляющие каналом советуют инвесторам дождаться публичного заявления от Centratec. Вредоносное ПО для скрытого майнинга криптовалют до сих пор актуально среди злоумышленников. Так, антивирусная компания Trend Micro нашла новый вирус Hide and Miner, особенностью которого является то, что помимо использования мощности гаджета, он может вывести его из строя посредством высокой нагрузки процессора. Представители компании заявляют, что данная программа не подразумевает какие-то рамки в использовании устройства. Можно сделать вывод, что она, не останавливаясь, манит криптовалюту до того момента, пока смартфон не отключится от нагрузки. Данный вирус замаскирован под обновление Google Play и при его установке запрашивает у пользователя права администратора. Далее происходит добыча криптовалюты. Кстати, при отключении данного обновления вирус может заблокировать устройство. Чтобы избавиться от вредоносного ПО, пользователю необходимо перезагрузить гаджет в безопасном режиме, а также удалить учетную запись администратора и приложение с вирусом. На этой новости наш выпуск и подходит к концу. Другие новости вы, как всегда, можете посмотреть на нашем сайте, а ссылка есть в описании. Подписывайтесь на наш канал и следите вместе с нами за новостями из мира криптопространства. Ну а я с вами прощаюсь. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok